МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В прямом эфире ННТВ свою работу начинает видеоканал Здравствуйте! Это новости медицины, прогнозы для людей метеочувствительных и беседы о здоровье. Спрошу я вас сегодня, уважаемые телезрители, как хорошо вы видите? В порядке ли зрения и давно ли вы проверяли здоровье ваших глаз? Сегодня в нашей программе речь пойдет о глазных заболеваниях и современных способах, технологиях их лечения. И сегодня у нас в гостях замечательные специалисты. Представлю Геннадий Александрович Ганичев, главный врач офтальмологической клиники Эксимер, врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации. И Юлия Сергеевна Кудрявцева, заместитель главного врача клиники Эксимер, врач высшей категории, специалист по Эксимер лазерной коррекции зрения. Здравствуйте! Здравствуйте! Уважаемые телезрители, ну что, тема у нас такая, в общем-то, я думаю, очень актуальная, потому что с проблемами зрения сталкивается очень много людей. Поэтому, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Телефон на ваших экранах 434-3477. Пожалуйста, что интересует, что волнует? Участвуйте. Ну а мы, пожалуй, начнем вот с чего. У нас очень часто, когда приходят гости, мы объясняем, что вот о каких-то проблемах говорили мало, они и есть. Какие-то болезни помолодели. Но что касается зрения, то тут ситуация еще такая более проблематичная, я считаю, потому что вот статистика. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от нарушений зрения страдают около 300 миллионов человек, из них 19 миллионов дети. Еще 45 миллионов не видят вовсе. По России снижение зрения наблюдается практически у каждого второго, это взрослого жителя, и по детям. С близорукостью в первый класс приходит уже 5% детей, к 11 классу их становится 25-30%, а к окончанию института, ну вот те самые практически 50%. Ну вот, наверное, задам такой вопрос. Все-таки почему? Ну много говорим, причин много, и все-таки, каковы же эти причины? Что с нашим зрением не так? Действительно причин много, увеличение частоты глазных заболеваний. Ну, например, причина нашей новой технологии, которая у нас появляется. Мы сейчас пользуемся практически все компьютерами, различными гаджетами, которые требуют работы вблизи. В связи с этим, из-за постоянного напряжения зрения, больше вероятность развития близорукости. Глаз начинает как бы приспосабливаться. Вместо того, чтобы постоянно напрягать мышцу, есть такая мышца, которая обеспечивает зрение вблизи, целлярная мышца, глаз начинает приспосабливаться, удлиняться, увеличиваются линейные размеры, и таким образом появляется близорукость, глаз без напряжения видит вблизи. Но с этим связаны какие-то, могут появиться целый ряд осложнений, связанных с близорукостью. Причиной может быть сейчас увеличение частоты заболеваний и увеличение продолжительности жизни. Допустим, такие заболевания, как глаукома, катаракта, они у пожилых встречаются чаще, и, соответственно, сейчас они тоже наблюдаются чаще. Но есть ряд заболеваний, которые сейчас часто диагностируются в силу того, что у нас диагностические возможности улучшились. Особенно за последнее время, да? Я вот, например, вспоминаю начало своей деятельности, это было довольно давно уже, но вот за время учебы в ординатуре, первые годы работы, я, например, не видел, к примеру, я говорю, ни одного керта конуса. Есть такое заболевание. Но я их не видел, не видел этих пациентов, не потому что их не было, они и тогда были, только мы их диагностировать не могли. Понятно. Или, например, у нас практически, допустим, лет 20 назад мы не видели дегенерации сетчатки периферические. Ну, не было у нас технической возможности. Появляются аппаратуры, появляются, не новые болезни появляются, а появляются новые возможности диагностики, появляется возможность вовремя их выявить и оказать соответствующую помощь пациенту. Мы говорим вот глазные болезни, а еще говорим нарушение зрения. Вот какая здесь корреляция? Вот, например, то же самое близорукость, дальнозоркость, астигнатизм. Это болезни глаз или нарушение? Ну, эти близорукость, дальнозоркость, астигнатизм, это можно, вряд ли стоит относить в небольшие степени этих, они бывают разной степени, легкой, средней, высокой степени, аномалии рефракции. И в малой, средней степени вряд ли стоит считать это заболевание. Болезнью как-то как бы, да? Это как бы адаптация к тем условиям, в которых человек находится. Допустим, работает бухгалтер с бумагами, или студент там занят целыми днями читает. Голову не поднимает. Да, с бумагами занят, с компьютером. Ну, организм адаптируется к существующим условиям, появляется близорукость. Но в ряде случаев вот эти аномалии рефракции начинают приводить к тому, что появляются дополнительные изменения. Допустим, приблизорукость со стороны сетчатки, при гиперметропии, в силу особенностей строения глаз, гиперметропия, дальнозоркость, может повыситься внутриглазное давление. И вот уже другие проблемы. Это уже заболевание. Это вряд ли можно считать аномалией рефракции, то есть вариантом, ну, как бы паранорма, что ли. Это уже заболевание, которое нужно лечить. Но это помимо тех, которые вы назвали, та же глухом, катаракт, которые сегодня распространены. Хочу спросить, вот в связи, опять же, с таким большим количеством пациентов. Может быть, мы сами что-то пациенты делаем неправильно? Может быть, это связано с каким-то, я не знаю, может быть, мы часто, не так часто, как надо, ходим к врачу, к офтальмологу? Ну, часто к офтальмологу точно не ходят. Это под подавляющее большинство населения. Хотя надо бы ходить регулярно. Было бы идеально, если бы раз в год любой человек приходил на осмотр офтальмолога. Но этого нет. И реально, если смотреть на проблемы, то, по-видимому, и не будет в ближайшее время. Ну, вот все-таки мы сами, получается, в ряде случаев что-то запускаем? Не обращаем внимания на симптомы? Или недостаточная диагностика? Ну, скажем, вот по месту жительства пришла я в поликлинику, как бы. Или, например, даже проще. Вот бежала мимо, у меня, значит, салон оптики. Там врач сидит, говорит, давайте зрение проверим. Ну, ведь здесь разные бывают причины. Кто-то из-за того, что не понимает, что могут быть серьезные проблемы, кто-то считает, что вдруг само, как у нас говорят, зачастую, и само рассосется, проблема сама с собой решится. Вот, например, была у нас, у меня два там у нас от пациентка, 42 года, по-моему. Зрение постепенно ухудшалось. И пришла она, там, остаточное давление высокое, глаукома. Поля зрения, что характерно для глаукомы, трубчатые. Помочь уже крайне сложно. Спрашиваю, почему раньше-то не приходили. Так я же видела, потому и не шла. А вот как перестала видеть, так пришла. Но пришла-то уже при глаукоме поздно. Допустим, если была бы просто катаракта, ну, скорее всего, мы не осложнены. Мы бы ее убрали, и средняя восстановилась. Но есть некоторые заболевания, которые не так-то просто диагноз установить. И если вовремя оказать помощь, то возникают непротивные изменения, которые уже невозможно устранить. В общем, прийти как можно раньше, показаться врачу. Дорогие друзья, вот это, наверное, первое, что я для себя прям услышала. И еще все-таки вот спрошу, прийти куда? Вот полный, вот чтобы полное представление я имела о состоянии своего зрения. Достаточно мне прийти, вот, опять же, в оптику рядом, оптика рядом? Там, конечно, основные заболевания, которые существуют, то есть не заболевания, а аномалии рефракции, вот это миопия, гиперметерапия, астигматизм, конечно, в состоянии диагностировать. Могут измерить давление. Если оно явно повышено, то предупредить, по крайней мере, пациента, что нужно идти в какое-то другое учреждение, чтобы обследоваться. Более серьезно обследоваться, чтобы выяснить, есть глупом или нет. Но оборудования там недостаточно для того, чтобы со всех сторон, всесторонне оценить состояние органа зрения. Сейчас существует огромное количество диагностической аппаратуры, которым оснащены далеко не все учреждения. Более того, оснащать этим оборудованием каждое учреждение, допустим, каждую городскую поликлинику совершенно нерационально, потому что она будет простаивать, там не будет использоваться. Нет специалистов, которые должны с ним работать. Нет и специалистов, которые умеют с ним работать. И некоторые исследования проводятся сравнительно у небольшого количества пациентов. Оборудование дорогостоящее, просто нерентабельное. Никаким образом это не получится. То есть если я хочу узнать все о своем состоянии зрения, и не упустить какие-то болезни, а могут быть упущены, вот скажем, случайно, допустим, у врача, афтальмолога что-то? Да, конечно, запросто. Например? Например, да тот же, вот я говорил уже о керто-конусе. Если человек придет с начальными стадиями керто-конуса в городскую поликлинику, в кабинет, то, скорее всего, диагноз керто-конуса поставлен не будет, в силу того, что у них нет технических возможностей диагностировать эту патологию. А, например, вот катаракту раннюю? Ну, раннюю катаракту проще диагностировать, ее можно обнаружить. Но катаракта разная бывает. Но, как правило, с этой задачей справляется, это не такая уж серьезная проблема диагностика катаракты. Ну, то есть вообще нужно говорить о том, что если уж мы говорим диагностировать зрение, желательно раз в год, да, и даже если мы не поступаем все равно желательно, то диагностировать ее нужно в специализированном учреждении. Да, они это наиболее оснащенные, имеющие разнообразную аппаратуру, которое позволяет оценить состояние и оптической системы глаза, и сетчатки, и зрительного нерва. Там глаз маленький всего. Такое количество параметров, в общем-то, за один раз можно снять. Я понимаю. И вот еще скажите мне, пожалуйста, незамедлительно, когда идти к врачу, вот чтобы мы знали. Появились боли в глазах, глаз покраснел, резко ухудшило зрение, резко или постепенно, допустим, день от дня или неделя от недели, месяц от месяца зрение все ухудшается и ухудшается. Вот не ждать, пока его потеряешь. Не ждать, да, не ждать, как можно раньше идти на прием к офтальмологу, чтобы разобраться, в чем же причина. Не всегда боли в глазах, конечно, могут быть, боль, допустим, в глазах может быть причиной глазного заболевания. Иногда при банальном шейном остеохондрозе могут быть боли в глазах. Но с этим надо разобраться и исключить какие-то серьезные глазные заболевания. Спасибо. Вот мы сейчас с вами проговорили о том, что важно диагностировать все раньше. В следующей нашей части передачи Юлия Сергеевна более активно будет вступать в нашу беседу, потому что будем мы говорить о коррекции того, что можно скорректировать. Пока, дорогие друзья, посмотрим рубрику «Новости медицины», потом вновь вернемся в студию. В Китае успешно прооперирован 9-месячный мальчик с пороком сердца, аномалии строения которого не давали шансов на выживание, а несколько традиционных хирургических вмешательств организм не мог выдержать. Врачи распечатали 3D-копию сердца маленького пациента и оперировали в один прием точно по модели, зная даже длину каждого разреза. Малыш восстанавливается и уже переведен в общую палату. В Японии с помощью стволовых плюрипатентных клеток создали модель человеческой печени, размер которой не превышает нескольких миллиметров, а структура полностью идентична. Испытания искусственной микропечени, синтезирующей белки крови и обезвреживающей токсины, завершаются в 2019 году. Пересадка таких функционирующих частей больной орган позволит избежать развития печёночной недостаточности. В Мичигане разработали таблетку с флюоресцентным диагностическим агентом, что связывается с клетками раковых опухолей. Технология может быть использована как альтернатива мамографии, рентгеновскому исследованию с существенным количеством ложноположительных результатов. Новый агент подсвечивает опухоли при инфракрасном освещении. Эта методика в сочетании с ультразвуком даст более точные результаты. Учёные Массачусетса в опытах на мышах с симптомами болезни Альцгеймера доказали, память и утраченные воспоминания можно вернуть, если повреждённые клетки мозга обработать специальным фоточувствительным белком и подвергнуть организм воздействию определённого света. Нейроны заново выращивают дендритные шипики, формируя синаптические связи с другими клетками. Метод будет тестирован на людях. В Томске на основе исследований визуальной стимуляции головного мозга пульсации светового потока создают светодиодную лампу от усталости и плохого настроения. Её мерцание незаметно глазу и воспринимается подсознательно. Встроенный контроллер с алгоритмами разных сессий позволяет управлять ими с мобильного телефона, а в перерывах между сеансами использует лампу как обычный осветительный прибор. Мы предлагаем самую эффективную программу ЭКО в России. Национальная программа ЭКО-гарантия. Эффективность по итогам 2014 года 84%. Ждём вас по адресу. Улица Тимирязева, 35. Телефон 422-85-75. Видеоканал «Здравствуйте» продолжает свою работу. У нас сегодня в гостях специалисты клиники ЭКСИМЕР. Геннадий Александрович Ганчев, главный врач офтальмологической клиники ЭКСИМЕР, врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации. И Юлия Сергеевна Кудрявцева, заместитель главного врача клиники ЭКСИМЕР, врач высшей категории, специалист по ЭКСИМЕР лазерной коррекции. Вот об этом мы сейчас и будем говорить. Но Юлия Сергеевна говорит, вот дополнить мне хочется про диагностику. Вот сейчас прямо даю вам слово. Не нужно забывать и о самых маленьких наших пациентах. Дело в том, что любая детская глазная патология всегда перерастает во взрослую. И практически ни один ребёнок не жалуется на проблемы со зрением, в отличие от взрослого. Поэтому не нужно ждать беды, нужно брать ребёнка в любом возрасте и идти обследоваться. В нашей клинике есть всё необходимое оборудование, чтобы обследовать ребёнка с самого рождения. То есть прямо самых маленьких тоже берёте на приём? Да. Спасибо. Давайте будем отвечать на вопросы. Они уже у нас появились. Алло, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, можно ли делать лазерную коррекцию при прогрессирующей близорукости? Вот у меня сейчас минус 4, зрение постоянно снижается. Так. Давайте будем отвечать. Нужно обязательно прийти на полное диагностическое обследование, выявить причину прогрессирования миопии. И действительно убедиться в том, что она нестабильна, что она прогрессирует. И сначала, конечно же, решить вопрос с прогрессированием миопии. Ну а затем только уже... То есть выяснить причину, почему, да? Почему она прогрессирует, да. А потом уже решать вопрос о методе коррекции, о возможности ее проведения. Но теоретически может быть сделано, да, мы говорим? Да. Но, как правило, как бы, учитывая молодой возраст и большие зрительные нагрузки, пациенту кажется, что зрение падает, но истинная миопия, она остается на месте, и коррекцию можно проводить. То есть может быть такой случай, что близорукость, истинная близорукость не прогрессирует. Появляется дополнительный функциональный нарушение, наслоение. Ага, вот такие вот расстройства, да, дополнительные. Хорошо, ну вот что, я думаю, ответили подробно на вопрос. Давайте мы скажем вот о чем. Вот у нас очки, вот у нас контактные линзы. Ну, все-таки самым современным на сегодняшний день является эта лазерная коррекция зрения. И тут вот у меня возникает вопрос. Еще уже много так людей в очках. Может быть, мы просто недостаточно знаем об этом методе. Вот давайте мы все-таки вот сегодня такой ликбез проведем. Что такое лазерная коррекция зрения? Кому она показана? Давайте рассказывайте. Опасения по поводу лазерной коррекции напрасны. На сегодняшний день создано такое оборудование высочайшей точности и с максимальным уровнем безопасности. Это оборудование не допускает никаких сбоев и погрешностей. Лазерная коррекция перед тем, как стала использоваться офтальмологами в клиниках всего мира, прошла многоэтапные клинические испытания. В широкой практике она используется с 1985 года. И за это время не было ни одного случая потери зрения после лазерной коррекции. В чем же заключается суть коррекции? С помощью специального микрокератома. Это специальный инструмент, который создает, формирует лоскут роговицы. Либо с помощью фемтолазера формируется лоскут. Затем специальный эксимерный лазер меняет форму роговицы. Это специальная линза нашего глаза. Так. Роговичный лоскут создается толщиной 130-150 микрон. Эксимерный лазер убирает слой роговицы толщиной 0,25 микрометров. Это очень тонкий слой. За один импульс. За один импульс всего лишь. Это где-то 1,05 часть от толщины человеческого волоса. То есть лазер работает очень точно, поэтому какие-то погрешности исключены. Это идет минимальное воздействие на внутренние ткани. Практически нет никакого воздействия. И такая точность позволяет нам получать хороший результат после коррекции. После работы эксимерного лазера роговичный лоскут укладывается на место. Не требуется ни наложения повязок, ни контактных линз, ни швов. Коррекция занимает по времени всего лишь 10-15 минут. Проводится безболезненно. То есть это, можно сказать, не вот такая операция тяжелая на самом деле. Сегодня все отработано. Да, дело в том, что действительно лазерную коррекцию назвать операцией в традиционном смысле этого слова очень сложно. Скорее всего, это процедура. На Западе ее именно так и воспринимают, как процедуру. И очень много, большое количество коррекций делается. Показана она всем. Вот по выбору плохое зрение и нет каких-то серьезных заболеваний, которые бы служили противопоказанием. Я могу пойти обследоваться и выбрать этот способ коррекции зрения? Конечно же, нужно провести полное диагностическое обследование. Показана в основном лазерная коррекция тем, у кого есть такие аномальные рефракции, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, либо операция высшего порядка. Это такие состояния, при которых лучи света, проходя сквозь среды глаза, не фокусируются на сетчатке, а находятся либо за ней, либо перед ней, либо ни в одной точке. И изображение получается размыто. Лазерная коррекция создает новую форму роговицы, и после этого изображение становится черт. Но метод лазерной коррекции, конечно же, выбирает, как правило, не пациент, а доктор. После полного обследования. То есть годится ли вам это? Все-таки нужно проверить, установить. Потому что некоторым пациентам мы отказываем в этом методе коррекции, потому что при этой операции испаряется определенное количество объема роговицы. Ткани, да? Ткани роговицы. Но это не может безгранично продолжаться. У некоторых пациентов роговица слишком тонкая, а близорукость, допустим, слишком большая для того, чтобы провести этот метод лечения. Если лазерную коррекцию провести нельзя, значит, мы традиционные. Можно, допустим, использовать фемта лазерную, когда там лоскут, который формируется, поверностный лоскут, он более тонкий, чем при использовании механического кератома. Либо мы подбираем другие методы устранения близорукости. В основной коррекции при близорукости, допустим, очень высокой степени, при гиперметропии, дальнозоркости очень высокой степени, обычно не применяют и используются другие методы лечения. Но в дальнейшем я об этом скажу. Хорошо. Ну вот почетче еще, давайте прям очень коротко. Видов, на самом деле, именно лазерной коррекции много. Вот прям по пункту, может быть, прям очень четко и быстро перечислить. Наиболее популярный метод лазерной коррекции – это метод ласик. Далее идет фемта ласик. Это метод лазерной коррекции, при которой роговичный лоскут формируется с помощью специального фемта лазера. Без хирургических инструментов, без хирургических инструментов, неконтактно, более точно и более щадяще. И еще один очень такой известный и современный метод коррекции – это метод супер ласик, или персонализированная лазерная коррекция ласик Кастамвью. Она делается с помощью, используя данные специального прибора – абирометра. В этом году в нашей клинике появился первый в нижнем прибор – абирометр. Это специальный сканер глаза человека, который дает нам полную картину аберрации или искажений. И на основе его данных мы уже персонализированную коррекцию делаем. То есть это вот такой совершенный, индивидуальный, точный, под каждый глаз метод? Этот метод используется в основном для тех пациентов, у кого есть аберрация высшего порядка. И он показан тем людям, которые в силу своей профессии предъявляют более высокие требования к качеству зрения. Водители, пилоты. То есть даже при таких специальностях, где зрение очень важно, как раз именно он, поскольку наиболее такой индивидуальный метод. Да. Поняли. Есть вопрос, давайте будем отвечать. Алло. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в федеральном месяце, мне была назначена операция по катаракте. На операционном столе, когда мне стали делать операцию, у меня случился приступ инфаркта. В общем, был обширный инфаркт, меня направили в пятую больницу, мне поставили стенд. И вот я хотела бы задать такой вопрос. Через какой промежуток времени можно мне опять сделать операцию на катаракту? Где вот сделана операция? На этот вопрос ответить мы вряд ли сможем. Конкретно вам. Через какой, допустим, через месяц или через две недели. Потому что это компетенция кардиолога. Нужно решить с ним, прежде всего, можно ли вас оперировать. Что касается проведения операции с сопутствующей патологией у нас, то у нас, допустим, в клинике есть некоторые преимущества по сравнению, допустим, с обычным глазным отделением в городской больнице. В том плане, что у нас всегда эти операции сопровождаются наблюдением анестезиолога. У нас нет анестезии при катаракте, как правило, общей анестезии нет. Но наблюдение на протяжении всей операции анестезиологам осуществляется. И при необходимости осуществляется необходимая коррекция. Значит, сначала визит к доктору-кардиологу, а затем уже выяснение, насколько это всё может быть сделано. Ещё вопрос один быстренько примем. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите мне, пожалуйста, существует ли у вас в клинике приём по полисам ОМС и какова примерная стоимость лазерной коррекции зрения? Спасибо. По полису ОМС у нас приём пока не осуществляется. А что касается стоимости коррекции, то она разная. В зависимости от сопутствующей патологии, от степени близорукости. И начинается от 20 тысяч рублей за глаз. Ну, то есть вот тот минимум, на который надо ориентироваться, затем уж индивидуально, я так понимаю, при полной картине вот этой самой диагностики. Давайте прервёмся на рубрику «Календарь здоровья», затем вновь возвращаемся в студию. По прогнозам синоптиков, выходные ночью морозно до минус 5 градусов. На следующей неделе потепление до плюс 6 днём. Влажность повышенная. Резкие суточные перепады температуры воздуха неблагоприятны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но атмосферное давление преимущественно в норме, и в целом погода в конце марта нейтральна для метеочувствительных. Согласно прогнозу солнечной активности на ближайшие дни, вероятность магнитных бурь небольшая, меньше 20%. Геомагнитные факторы не должны оказывать какого-либо отрицательного воздействия на наше самочувствие. Специалисты предполагают, что только 2 и 3 апреля усиление потока солнечного излучения и приход волн солнечных корональных выбросов вызовут сильные колебания геомагнитного поля. С сегодняшнего дня луна убывает, энергия живых организмов максимально, и в ближайшие дни будет постепенно уменьшаться. В этот период лучше снимаются спазмы, выше шансы на успех при хирургических вмешательствах. Швы кровоточат мало и почти не образуют рубцов, а выздоровление идет быстрее. Считается, это хорошее время и для визита к стоматологу. Также эффективнее действия лечебных трав. Мы снова в студии видеоканала. Здравствуйте! Говорим вот сейчас в данный момент о лазерной коррекции зрения, но и еще о каких-то высоких технологиях, которые помогают справиться с глазными заболеваниями. И вот по поводу коррекции мы поняли, что не всем, что есть определенные противопоказания. Расскажите, возрастные ограничения есть ли. И как долго сделали мы эту коррекцию, как долго эффект продлится? Самым оптимальным возрастом для проведения лазерной коррекции является возраст от 18 до 45 лет. До 18 лет зрительность системы формируется, с ростом организма идет и рост глазного яблока, поэтому параметры, в частности рефракции, могут меняться. После 45 лет оперироваться можно, но доктор обязательно предупреждает, что пациент будет не застрахован от возрастных изменений, от возрастной дальнозоркости, которая наступит независимо от того, была проведена лазерная коррекция или нет. То есть все равно что-то изменится, уж тут как бы некуда деваться. Конечно же, оперируем и до 18 лет, и после 45, но по медицинским показаниям и... Опять же, обследование, четкое обследование. Обязательно, да, после обследования выясняем необходимость этого. Что касается стабильности результата, если пациент прошел полное диагностическое обследование, и оно не выявило никаких противопоказаний к лазерной коррекции, если пациент строго соблюдает рекомендации врача, то можно рассчитывать на отличный результат долгие годы. Ну вот скажите нам все-таки, снимать очки-то? Вот я хочу от вас услышать, вот преимущества, четко ли понимают, вот приходят к вам пациенты, он четко понимает свои преимущества? Конечно же, если есть возможность, если нет противопоказаний, оперируйтесь. Все пациенты, которые прошли в нашей клинике через лазерную коррекцию, все очень довольны. Ну вот у них единицы. Вот скажите еще с этими диоптриями, да, вот так сказать, у кого какие успехи? И мио по высокой степени, и пациенты с большим астигматизмом, и гиперметропы, и пациенты с неправильным астигматизмом. То есть все пациенты, в принципе, у кого нет противопоказаний, все получают максимальный результат. Все, конечно же, зависит еще от состояния сетчатки на момент коррекции. Если там нет никаких изменений, то пациенты рассчитывают на 100, а возможно и выше процентов. Количество процентов, да, по зрению. Обязательно перед лазерной коррекцией нужно посмотреть глазное дно, и если есть какие-то изменения на сетчатке, они очень часто бывают при близорукости, то ее нужно укрепить до коррекции. То есть, в общем-то, меры какие-то принять и продуманно к этому всему подходить. Есть вопрос, давайте будем отвечать. Алло, алло, мы слушаем вас. Дмитрий, будьте любезны, объясните, пожалуйста. После двух лет операции по удалению катаракты, у меня была еще и глуком обнаружили, у меня сейчас падает зрение на этом глазе, который сделает операцию. При обследовании два дня назад обнаружили фиброз задней капсулы, предложили лазер. Скажите, пожалуйста, нужно ли это делать? И если нужно, то надолго ли это сохранится, зрение, как вы сказали, будет оно нормальное? Если ухудшение зрения связано с фиброзом задней капсулы, это называется вторичный катаракт, она, к сожалению, бывает после удаления катаракта приблизительно у 20-30% пациентов. Проблема эта решается достаточно легко с помощью яг-лазера. Зрение восстанавливается, боятся этой процедуры, нет оснований. Это не тяжелая процедура. Проводится за несколько минут, там требуется работы этого лазера, даже меньше. И все будет. Зрение улучшится, если это ухудшение связано именно с развитием вторичной катаракты. Ну вот если все-таки еще про катаракты, давайте, раз вопросы у нас пошли, какой-то есть, не знаю, суперсовременный метод именно лазерного воздействия на катаракты? Я знаю, что и хрустальки сейчас другие. Все, вот же изменилось за последние 10 лет огромный скачок в офтальмологии. Изменения действительно колоссальные. За последние десятилетия произошли такие изменения, что если бы я посмотрел это вспоминаю себя, допустим, 20-30-летней давности, я мог себе представить, что будут у нас такие возможности, которые мы сейчас имеем. Космос, да? Да. Космос практически. Количество катаракт у нас увеличивается среди населения, обращается и оперируется ей гораздо больше, чем оперировалось раньше. И связано это в основном со старением населения. Не секрет, что рожаемость у нас на протяжении длительного времени была невысока. Продолжительность жизни увеличивается, и во всем мире увеличивается количество этих катаракт. Единственный способ лечения – это хирургический метод лечения, потому что медикаментозные способы лечения оказываются малоэффективными. Операция сейчас проводится, как правило, с помощью факомулисификатора. Это прибор, который позволяет эмулисифицировать ядро хрусталика и аспирировать его. Причем операция проводится через разрез. Удалить. Вы уж, пожалуйста, нас до терминологии не пугали. Удалить хрусталик можно с помощью… Мы, например, я осуществляю эту операцию через разрез длиной 1,8 мм, то есть практически этот прокол. И через этот же разрез в глаз помещается гибкая линза. Изначально первые линзы, которые были, искусственные хрусталики, это синонимы линзы искусственных хрусталик, они, конечно, выглядели по-другому. Они были жесткими, изготавливались из полиметилметокрилат, из оргстекла. И первая операция предзвена была еще Горольдом Ридли, английским офтальмологом, в 1949 году. С тех пор очень многое изменилось. Сейчас вот эти гибкие линзы, причем есть обычные хрусталики, монофокальные. Они могут обеспечить зрение, допустим, вдаль, без очков, но читать придется в очках. Либо, наоборот, можно рассчитать на остаточную близорукость. Человек сможет читать без очков, но вдаль потребуются очки. А есть и мультифокальные линзы, которые обеспечивают зрение и вдаль, и вблизи. Но, может быть, там есть какие-то недостатки у них по сравнению с естественным хрусталиком, допустим, у 20-летнего человека с хорошим зрением. Но подавляющие большинство людей очень довольны. Особенно счастливы бывают гиперметропы, то есть дальнозорки, которые в течение времени и вдаль видят отвратительно, и читать совершенно не могут. В общем, все плохо. Да, а после этой операции читают, и вдаль хорошо видят. Насколько травматичны современные методы, которые у вас практикуются? Насколько человек после него встал, пошел, я не знаю, вот сейчас весна, мы пошли, сделали операцию на катаракту, на дачу надо ехать? Операция нет травматична. Я уже сказал, что через маленький разрез, который в состоянии обычно мало отражается, на общем состоянии глаза. Но ведь зависит еще и от исходного состояния глаза. Бывает, те люди приходят с сопутствующей патологией, и там заживают подольше. Но в типичном, неосложненном случае уже на другой день может быть очень приличное зрение, очень хорошее. Даже сразу после того, как встает с операционного стола, уже получает приличное зрение. Ну, то есть маленький период реабилитации, будем так говорить. Ограничения какие-то, я не знаю, копать поедем надо. Ограничения, если, допустим, прооперироваться в ближайшее время, те огородные работы где-то в мае наступают, ради бога можно будет и в огороде копаться. В общем, до дачного сезона можно все успеть. Значит, одни поправить зрение, просто если для зоркости или близорукость, а кому-то справляться с более серьезными проблемами. На один вопрос еще, наверное, успеем ответить. Давайте возьмем последний звоночек. Алло, слушаем вас. Алло. 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 Да. Добрый день. Вопрос Геннадию Александровичу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Скажите, пожалуйста, известны ли вам папли глазные с Кулачева? Как вы к ним относитесь? И если вы о них знаете, назначаете ли вы их своим пациентам при лечении катаракты? Как вспомогательное средство, естественно. Спасибо. Капли с Кулачева я не знаю. Мы их не назначаем. В официальной фармкопее их нет. И думаю, что прокла от них будет, скорее всего, немного. Потому что уже в силу того, что я знаю, что нет никаких средств, которые бы обратились в спять к катаракту. Да, я знаю, что в средствах массовой информации, в серьезных газетах иногда появляется информация о том, что вот покупите какой-нибудь аппарат, название разное, или закапывайте капли, у вас ни глукома, ни катаракта, ни близорукости, ну ничего не будет. Вы будете здоровым человеком. Но это не соответствует действительности. Ну, по сути говоря, вот мы сегодня с вами уважаемые телезрители, то и выяснили для себя, что если уж действительно есть хирургические методы, значит, найти для себя, выбрать можно лучшее. Можно выбирать очки, корректировать. Или, допустим, лазерную, решиться на лазерную корректировку зрения. Ну, а какие-то просто болезни, они невозможны без применения тех самых высоких технологий, о которых сегодня рассказывали специалисты клиники. Спасибо вам большое за то, что были сегодня в нашей программе. Прямо сейчас, уважаемые телезрители, если вас заинтересовали, мы, все контакты, все рекламы клиники Эксимер, пожалуйста, не переключайтесь. А я еще раз благодаря наших гостей желаю вам, уважаемые телезрители, здравствуйте, будьте здоровы, до новой встречи. КОТОРАКТА КОТОРАКТА